Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об одном из главных проектов Москонцерта – «Культбригаде». У нас в студии актёр, министр культуры Северной Осетии Саслан Фидаров и солисты Москонцерта Татьяна Сорокина и Павел Быков. Саслан, Татьяна, Павел, приветствую вас. С момента нашей прошлой встречи в этой студии у вас статус изменился, вы теперь министр. Так точно. Так точно. Вот, Саслан, как министр культуры, как вы оцениваете работу Москонцерта и «Культбригады»? Я всегда говорил и буду говорить и настаивать на этом. То, что делают ребята, то есть мои коллеги-артисты в зоне СВО, это неоценимый вклад. Это очень важно. Я не перестану об этом говорить. Поэтому спасибо вам большое то, что вы делаете и то, что вы поднимаете нашим ребятам дух. В Великую Отечественную войну всегда были культбригады, которые выезжали именно для поднятия духа. Вот я вам скажу по своему опыту, потому что я очень много времени нахожусь у бойцов. Мы приезжаем к ним и в блиндажи, и в госпиталя. Мы бываем в разных условиях. И бывает, мы и ночуем с ребятами там, я имею в виду в помещениях. Поэтому это очень нужно. И ребята, они сами немножко отвлекаются от вот этой тяжелой обстановки. Конечно, это разрядка. Это вот какое-то дыхание мирной жизни. Понимаете? И я думаю, что мы делаем очень важное дело. Я просто это знаю, потому что я с бойцами нахожусь постоянно в контакте. Они для нас герои, а мы пытаемся хоть чуть-чуть, вот хоть чуть-чуть сгладить им вот эти минуты тяжелые, которые они там проводят сейчас. Можно я добавлю? Да, конечно. Я думаю, что вот сейчас мы, что бы ни сказали, да, это словами не передать все. Вот то чувство и состояние, это вот, что бы мы сейчас ни сказали, и сколько бы мы про это ни говорили, это вот состояние словами не передать. Потому что это... Это нужно поехать и своими глазами посмотреть, и поучаствовать в этом. И оказать в такой важный момент для нашей страны, оказать каждый должен свою какую-то поддержку. Вот ребятам, которые находятся сегодня там. И Москонцерт, вот я хочу добавить, да, это та организация, которая одна из первых начала ездить в зону боевых действий. Культбригада постоянно там. Это помощь такая для бойцов. В том числе и во время Великой Отечественной войны из Москонцерта уходили первые культбригады на фронт. И сейчас мы, конечно, тоже очень вдохновлены их подвигом, наших артистов, предшественников. Вот. И хочу добавить про то, что минуты отдыха во время боевых действий на вес золота. Наши концерты как раз дают эту паузу, необходимую, чтобы перезарядиться, действительно, чтобы дух воспрял. И просто выдохнуть нужно людям. Вы совсем недавно ведь вернулись с новых территорий. Как прошла эта поездка? Каждая поездка по-своему интересна, потому что разные люди, в разные подразделения попадаешь. А потом мы иногда попадаем повторно в эти же подразделения, смотришь, какой у ребят вообще, какой у них настрой. Это такой героизм, вы знаете, это такой боевой дух, это такой патриотизм. Но сейчас я считаю, что это просто вот наши парни, они герои для нас, для всех. Просто все, кто попадает туда, они все герои. Это правда, да. Мы же бываем в госпиталях, ребята, там уже и раненые всякие. И они после даже ранений своих, они возвращаются. Обязательно. И таких сколько хочешь. И они идут дальше, то есть они понимают, что у них там друзья, что у них еще там товарищи. А вы насчет мужчин сказали, а я восхищаюсь женщинами. Вообще всеми нашими женщинами, особенно теми, которые едут вот туда, в эту зону СВО. Вы туда поехали сами или вас пригласили? Ну, когда был клич в Москонцерте на то, что собирают группу для поездки в зону боевых действий, именно концертную бригаду, я согласилась и поехала, как бы не раздумывая. Поэтому, ну, это мое абсолютно решение, знаете, моя это гражданская позиция, в конце концов. Обязательно быть там. Почему нет? Ведь мы же артисты, мы, если хоть какую-то можем частичку внести туда, в это большое дело, да, которое сегодня... Почему нет? Можно я еще добавлю по поводу женщин? Помните Донецкий аэропорт? Да. Донецкий аэропорт долгое время женщин отбивали. Там очень много было женщин, донецких женщин. Вот у многих мужчин, я бы посоветовал поучиться у них. Я правда не понимаю, как нас можно победить. Я искренне не понимаю этого. У нас народы такие. Пусть мне объяснят, кто это хочет сделать, просто как он это собирается делать. А нас и не смогут победить. Да это невозможно просто. Вот я зрителям расскажу, что мы до начала программы обсуждали, что вот вы, допустим, не испытываете чувство страха. Вы испытываете. То есть вот это не зависит от того, мужчины или женщины, что все люди разные, по-разному воспринимают, но все мы едины в одном. То, что мы победим, и то, что мы делаем нужное дело, наше вот дело правое. Вот мы с вами в прошлом году беседовали. За этот год у вас как-то изменилось отношение, какие-то произошли переоценки? По-прежнему я считаю, что мои выступления там, на новых территориях, самые важные в моей жизни вот в этот период, который есть. Да и для любого артиста, который туда ездит, кульбригады, это самое востребованное место. То есть нас больше всего там ждут. Все смыслы сходятся там и нашей профессии, и гражданской позиции. У нас есть видео, где видно, как принимают вас, артистов, и благодарят. Давайте посмотрим его. У нас штабовой отряд имени Кази Загитова. Но я их уже всех раздал, все эти флаги под управлением. У меня остались другие подразделения, да, возвед, флоты, инженер-сапёрный. Ну пусть это будет частичкой того, ну, что вы делаете, и он всегда не поднимается. Спасибо. Татьяна, что вот происходило? Это мы в лесопосадках, это осенью мы ездили. Была бригада, башкиры, ребята, они нам подарили такие замечательные развед... Ну, красивые, в общем, флаги такие, да. А потом, значит, они, интересно, когда приезжаешь, ребята снимают шевроны, дарят. У меня уже коллекция этих шевронов, и у меня, знаете, в связи с этим есть даже такая интересная история, если вы позволите, я вам расскажу. Вот когда ребята отдавали шевроны, и я как-то с одним парнем, он два дня с нами ездил, и с позиции на позицию перевозил нас, и он увидел у меня вот такую вот цепочку, а на ней булавка, и он увидел и говорит, вы что-то верите или что это, это вас отберегает или что? И у меня, видите, у меня в ушах такие же булавки. И я ему вот так сняла одну булавку и говорю, на тебе это на память, сняла вот так быстро эту булавку, она снимается, и подарила. А он такой, нет, 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 вы что, это так дорого? Да нет, это недорого, возьмите, вас будет оберегать. И у меня осталась одна, да, одну отдала ему. Другое подразделение приехало, отдала еще одному бойцу. Я с ребятами в контакте нахожусь, да, мне потом один боец присылает фотографию, говорит, Татьяна, вот ваша булавка, вот она у меня лежит рядом. Это, знаете, это вот мелочь какая-то, ну вот все-таки психологическая какая-то есть, наверное, да, составляющая. Про контакт с ребятами, Саслан, вот став министром, вы продолжаете с кем-нибудь из пятнашки общаться? В день по нескольку раз. В день по нескольку? Да, утром и вечером, ну с Ахарой с командиром, это, помимо того, что он мой командир, это мой брат, которого я очень сильно люблю. Мы с 14-го года вместе, конечно, каждое утро, тем более, когда я какую-то новость увижу, что в Донецке что-то, что-то, у меня прям сердце начинает кровью обливаться, я сразу, а когда не дозваниваюсь, это для меня что-то вот. У нас есть там такой Тима, Тимур, молодой мы его называем, я ему говорю, всегда будь на связи, чтобы я не переживал, и он старается всегда быть на связи, и слава богу. Сейчас, через какое-то там короткое время я поеду к нашим парням. Татьяна, а как родные ваши вообще? Ну, все-таки, чтоб мы не говорили, женщина это женщина. Как относятся к вашим поездкам? Да, абсолютно нормально, потому что, ну, как бы, все-таки у меня семья, я же сама из семьи военного. Вот. Понимаете? Вокруг меня одни военные всю жизнь. Теперь уже сразу пазл складывается. Да, ну, во-первых, я из семьи военного, во-вторых, у меня муж военный. Ну, то есть мы все, понимаете, повязаны армией, да, и да нормально относятся, как бы, они считают, что если я могу сейчас это делать, почему нет. Моя семья поддерживает, потому что я очень много отправляю гуманитарной помощи, и непосредственно моя семья этим занимается, и мой муж помогает с гуманитарной помощью. Этим тоже прям отдельно я занимаюсь очень плотно. Ну, тогда с вами, в общем, как говорится, все понятно. Понятно, что никакого инструктажа не надо, потому что это, в общем, просто вот с молоком матери впитано, что называется. А я вопрос задам. Какой репертуар от вас ждут там? Последнее время, кстати, просят День Победы. Вот, если говорить о песнях, да, просят, ребята, и Смуглянку просят, и Катюшу просят, потому что сами поют, сами знают. Естественно, там и Цоя песни мы постоянно исполняем. Да, нередко бойцы сами выходят, берут гитару и что-то поют, и все поют. И, кстати, в первой поездке мне тоже запомнилось, что в Васильевке вышел боец в самом конце концерта. Говорит, я хочу спеть песню, которая нас всех объединяет здесь. Мы очень любим украинские песни. И спел на гитаре, сам сыграл себе, спел, все поддержали. Вот из Москвы, из Москонцерта есть культбригада, а вы же теперь как министр можете, наверное, тоже культбригаду... Все будет, все будет. Вот мне нравится тональность. Вот как он Саслан говорит, вот сразу вот понимаешь, все будет. Все будет. И сразу понимаешь, что и победа будет. Обязательно. Мы уже имеем контакт сейчас с Министерством культуры и Донецка, и Запорожской области. Мы созваниваемся, строим какие-то планы и будем делать общие фестивали обязательно. Потому что и казахи, и башкиры, и осетины, и чеченцы, и русские, мы все одно целое. Одно семяр. Конечно. И русские. Как Тигран Киасаян говорит, я русский человек армянского происхождения. Я тоже русский, астинского, астинской национальности. Совершенно верно. И потом ведь пойди найди какого-нибудь чистого, я не знаю. Но мы говорим, главное думаем по-русски. Именно и поэтому тоже мы точно победим. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, за этот разговор. А мы после рекламы продолжим говорить о культбригадах МОЗ-концерта. Это программа «Мой район».